В Татарстане проходит инновационная агротехническая выставка «Всероссийский день поля-2017». Формат уникальный. Здесь представлены достижения в сфере животноводства, растениеводства, агрохимии. Отдельную экспозицию составили новинки сельхозтехники. Это крупнейшая в России выставка передовых технологий в сельскохозяйственном производстве. Она проходит на экспериментальных полях Лаишевского района Республики Татарстан. На выставке представлено более тысячи современных видов техники и оборудования для возделывания сельхозкультур, отраслей животноводства и переработки. В работе форума принимает участие около 300 организаций из разных регионов России. Главами сельхоза России отметил, что за последние три года импульс иссохозяйственной продукции в стране сократился почти в три раза. По его словам, через 5-7 лет Россия полностью перейдет на производство отечественных продуктов питания и сможет выйти на другие рынки. Мы должны производить больше мяса для того, чтобы ориентироваться на экспорт, на продажу и на этом зарабатывать. Потому что ни в коем случае останавливаться нельзя. Я считаю, что достигнутые уровни производства, особенно по мясу, по говядине, свинине, птице, мы должны дальше продолжать наращивать, понимая, что этот продукт будет востребован, за него будет платиться хорошая цена. И на этом мы будем иметь неплохую рентабельность, а значит иметь и свои доходы. Александр Ткачев отметил высокий уровень организации и масштабность выставки. В этом году более 60 гектаров отведено для презентационных площадок. Растиневодство, инженерно-техническое обеспечение АПК, животноводство и кампус. Кроме того, у форума насыщенная деловая программа. Круглые столы, совещания и мастер-классы, посвященные перспективам развития сельского хозяйства в России. Были рассмотрены итоги сева весенних, итоги перезимовки, зимовых культур. Также были поставлены задачи по уборке в этом году, в этой непростой сложной ситуации по проведению уборочных работ. Также говорили про количество техники, про нехватку, про внесение удобрений, то, что надо долю увеличивать, про биологизацию, про увеличение внесения органических удобрений и так далее. Форум, я считаю, для всех наших аграрников был очень интересный, где можно было друг другу позадавать вопросы и можно получить реальные конкретные ответы. Вопросы, те, которые мы обсуждаем, они реально можно здесь посмотреть уже практически в исполнении. То есть очень нужное мероприятие. Правда, погода немного нас помешает, но это мы привычно делаем. Работникам сельскохозяйства это не стражит. Всероссийская выставка такого масштаба, конечно, она нужна, она будет работать. Потому что, я еще раз повторяю, сами передовые достижения, здесь общение коллег, это очень важно. Экспозиция нашей республики – это 13 муниципальных районов. Племенной конный завод имени Чапаева из Ядринского района привез на выставку две кобылы русской расистой породы, а агрофирма «Путиловка» из Ибресовского района представила коз особой заанинской породы. Современные подходы к эффективному развитию сельского хозяйства свойственны нашей республике. Поэтому аграрные проекты региона «Месельхоз России» намерен активно поддерживать.